Мы все знаем, что такое инфляция и в чем она выражается. Инфляция это когда деньги обесцениваются и выражаются в росте цен. А вот что такое дефляция? Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу немного коснуться о том, что же такое дефляция. Ну, если кратко говорить, то дефляция это инфляция наоборот. Давайте вспомним, что такое инфляция. Инфляция это обесценивание денег, обесценивание денежных средств. То есть происходит от слова inflation, то есть надувание, раздувание. То есть вот был шарик маленький, мы его надуваем, он становится больше, больше, больше. Но это тот же самый шарик, то есть ничего не меняется. И на него все меньше и меньше можно купить. То есть инфляция выражается в росте цен. И это плохо. А если инфляция это наоборот, то получается, что при дефляции цены будут падать. И это действительно так. И все говорят, слушай, ну наконец-то мы поживем в тот радостный период, когда цены будут падать. Так вот, друзья мои, я хочу вам сказать одну очень неприятную вещь. Что дефляция это намного, намного хуже, чем инфляция. И сейчас я попытаюсь объяснить вам почему. Ну, во-первых, почему может быть дефляция? И почему я об этом начал вдруг говорить? Ну, иногда я об этом слышу у различных экспертов, которые говорят, что риска инфляции не существует, а существует скорее риск дефляции. А мы к этому пока еще не готовы, поэтому я решил об этом сказать. Почему они говорят, что есть риск дефляции? Ну, смотрите, ставки рефинансирования во всем мире снижаются. Скажем, в Европе это уже ноль. В США еще недавно были ставки рефинансирования. Ставка ФРС была там, по-моему, 4%, но она очень резко стала снижаться. И сейчас 0,25% ставка рефинансирования, ставка ФРС США, которая влияет вообще на все в мире. Для чего банки снижают, центробанки снижают ставки рефинансирования? Для того, чтобы снизить стоимость денег, для того, чтобы их обесценить. Но это не ведет к росту цен почему-то. И ставки снижаются, рост цен не наблюдается. Что же происходит? И смотрите, ну, первое, это снижаются ставки. Снижаются ставки. Что это значит? Это значит, что банки снижают ставки также и по депозитам. То есть мы кладем деньги в банк, а они не приносят, депозиты не приносят деньги. Мы это видим повсеместно, мы это видим постоянно. Да, ставки кредитования тоже снижаются, но параллельно снижаются цены. Вот что происходит. И, ну, как говорится, цепь удлинили, а миску отодвинули. Вот что происходит. То есть, смотрите, на какого хрена я буду брать кредит даже под 0% за квартиру, например, на квартиру или на машину. Если я точно знаю, что через год, например, эта же квартира или эта же машина будет на 10 или на 15% дешевле. Я что, дурак? А может быть, я подожду немножечко и не буду брать эту квартиру, и не буду брать эту машину. Вот что будет происходить. А что это значит? Это значит, что люди перестанут брать кредиты, потому что, ну, это становится невыгодно. И это наблюдалось повсеместно. Это было в мире, это было в Европе, были кризисы недвижимости, нам он тоже очень даже светит в ближайшее время. Но об этом я буду рассказывать в другом видео. Вот. А в данном случае, смотрите, деньги раздают буквально бесплатно, но они никому не нужны. То есть, ну, бесплатно это значит, что под нулевые ставки. Вот. Они никому не нужны. Почему они не нужны? Да потому что товары производятся, а они тоже никому не нужны. Все люди говорят, а я подожду, а они подешевеют. Правильно. И в результате компании начинают работать на склад. Как это отражается? Да, и еще один момент, очень-очень важный. Как это коснется лично, скажем, вас? Вот вас. Чем это плохо для вас будет? Смотрите, цены снижаются. Это же здорово. Но это здорово для покупателей, когда цены снижаются. А для продавцов вы скажете, я ничего не продаю. Вот тут вы ошибаетесь. Мы все с вами продаем. Себя прежде всего. Понимаете? Вот что важно. Вы продаете себя. Вы, когда приходите на работу, вы продаете свое рабочее время. И первое, на что понизится цена, так это, она отразится на вашей, на стоимости вашего рабочего времени, грубо говоря. Ну, а если проще говоря, вы заметите, что премий-то уже нет давно. И что не надо перерабатывать сверхурочные. Не надо. Потому что за это надо переплачивать. Никаких премий, никаких сверхурочных, никаких доплат. Все это будет моментально обрезано. И если, скажем, вы работаете в компании, которая производит автомобили, и ваша компания, я просто разговаривал с одним немцем как-то в Германии, вот. Он говорит, я работал, очень хорошо зарабатывал, я работал в третью смену на Ауди. Но, когда спрос на машины упал несколько, компания просто взяла и сократила третью смену. И люди работают в две смены. Ну, во-первых, часть, большая часть была у уволена людей. Во-вторых, не надо платить за ночную смену, там доплата в полтора процента была, 50 процентов была в полтора раза. Вот. И теперь надо работать днем, но при этом зарабатывать в полтора раза меньше. Вот что будет. И, смотрите, количество рабочих тоже компании будет оптимизировать, это называется, понимаете? А, грубо говоря, сокращать. Кого будут сокращать в первую очередь? Ну, в первую очередь будут сокращать тех, от кого, ну, как бы, мало что зависит, и тех, кто хуже работает, понимаете? Кто в возрасте. Вот что будет. И те, кто работают лучше всех, те, кто работают более интенсивно, они будут успевать. А те, кого сократили, новых людей на эти места брать не будут. И в результате нагрузка на тех людей, которые остались при пониженной зарплате, будет возрастать. И вы идете к шефу, и вы говорите, шеф, слушай, я больше так не могу, я вообще, значит, там, разрываюсь, я работаю день, как бы, как машина, как заводной. Но ничего не успеваю, и при этом ни премии, ничего, ты давай, значит, там, типа, возьми-ка людей еще, кого-нибудь, ну, дополнительно найми трех людей. Ну, как, мы привыкли, не так ли? И давайте представим себе, вот, я шеф. Я говорю, слушай, как хорошо, что ты ко мне пришел. Как я тебя понимаю. Я вижу, родной мой, что ты не справляешься. Я вижу, что тебе тяжело работать вот так интенсивно. Поэтому, вот, я очень рад, что ты пришел. Вот, натурально рад, действительно. И вот у меня для тебя уже готов, вот он, листочек бумаги, вот она, ручка, пиши, пиши, родной. Вы спрашиваете, что писать? Прошу уволить меня по собственному желанию. Вот что он предложит вам написать. Вы скажете, нет, шеф, я хотел не этого, я хотел, чтобы ты повысил у меня зарплату, и чтобы ты, значит, облегчил условия труда. Когда, ну, вы скажете, что, слушай, ну, раз ты не справляешься, родной, то иди отдохни на покой. Вы можете сколько угодно возмущаться, но открою вам страшный секрет. Если начальство увольняет вас по статье сокращения, имеет право, то оно обязано, ну, там, предупредить вас за три месяца. А эти три месяца вы будете работать хрен знает как. Во-вторых, значит, там, сохранять какую-то там среднюю зарплату, отчисление в фонд занятости. Если вы уходите по собственному желанию, немедленно и до свидания. Поэтому каждый начальник всегда будет рад, если вы уволитесь по собственному желанию. Это лайфхак, я вам скажу, ну, как от работодателя, который давал работу людьми, платил зарплату долгое время достаточно. Вот, еще один момент, значит, ну, вы скажете, нет, я не хочу, я не хочу увольняться. Ну, тогда шеф вам предложит какую-то работу полегче. Скажем, вахтером или дворником. Ну, когда вы возмутитесь и скажете, все, значит, я такой-сякой, значит, я там, я уйду, я так далее. То вы обнаружите, что работу новую найти за те же деньги практически нереально. И что молодые будут вас стеснить повсюду. Поверьте мне, так будет. И будут там отношения в коллективе портиться, потому что каждый будет думать, что, а, он меня подсиживает, а, он, так сказать, хочет на мое место. Так и будет, потому что в первую очередь будут сокращать, конечно же, тех, кто, ну, уже, во-первых, пожилые, во-вторых, которым надо больничные оплачивать и так далее. Вот, ну, зачем они, грубо говоря, нужны. Я говорю не потому, что испугать, я говорю жестокую правду просто, то, что будет. То есть, и в конце концов вы созреете до того, что вы увидите объявление, значит, кастинг, значит, там есть замещение вакантной должности дворника или там вахтера. И там огромная очередь, конкурс 100 человек. Ну, это, конечно, уже перебор, наверное. Но так будет. Количество гастарбайтеров резко сократится, я думаю. Потому что на их места будут претендовать, конечно же, ну, как бы легальные служащие. Но это, если вы работаете, скажем, на каком-нибудь производственном предприятии. Не так ли, да? А если вы на государственном предприятии, то будет все хорошо. Казалось бы. Но, смотрите, что будет, если вы работаете на госпредприятии или в каком-то, так сказать, там учреждении типа пенсионного фонда. Смотрите, за счет чего все это существует? За счет налогов, которые платят производственные компании. А производственные компании не могут сбыть свою продукцию. Они работают на склад, и спрос резко упал, потому что люди говорят, а я подожду покупать. Я куплю лучше через год. И поэтому, значит, стагнация в экономике происходит. То есть падение экономики, стагнация, экономика не развивается. А зачем, скажем, инвестировать в экономику, когда производственные мощности и так избыточные? Инвестиции также падают. Падают акции и компаний. И падает все. И для того, чтобы это снова начало расти, нужны, во-первых, инвестиции. Но нужен спрос. А спроса нет, потому что нет зарплат у людей. И это будет замкнутый круг, и это очень-очень надолго возрождение спроса. Да, деньги будут печатать бесконтрольно, да, с вертолета сбрасывать, может быть, с одной стороны. Но, с другой стороны, это очень быстро закончится, и деньги быстро кончатся в бюджете. Как это будет, я не знаю. Но, поверьте мне, дефляция – это намного хуже, чем инфляция. Почему, когда деньги, вот сейчас печатают деньги, а они не приводят к избыточной инфляции? Потому что они немедленно куда-то уходят. То есть оборачиваемость средств большая. При инфляции была моментальная оборачиваемость средств. Я жил в 90-е годы в начале. И это были годы гиперинфляции. И гиперинфляция выражалась в росте цен на все. Это была гиперинфляция в одной отдельно взятой стране, с одной отдельно взятой валютой, то есть с рублем. И поэтому рубль обесценивался по отношению ко всему. По отношению к товарам, по отношению, не знаю к чему, к доллару он обесценивался прежде всего. И поэтому я что делал? Когда у меня, я занимался производством, когда, скажем, у меня появлялись только рубли, я либо покупал материалы впрок, ну у меня была полиграфия, я покупал бумагу, краски там и все прочее, впрок покупал. То есть у меня на производстве был такой неплохой запас и бумаги и всего прочего, который подорожает со временем, и я ее реализую по более высокой цене. Вот, и если у меня были излишки, лично у меня, скажем, то я тут же бежал и покупал доллары. И когда была гиперинфляция, я это делал буквально, ну моментально. А чаще всего, ну вернее не чаще всего, а когда это возможно было, только возможно, то все принимали, предпочитали сразу в долларах. Зачем принимать рубли сразу в долларах? Ну, когда-то было возможно, там, скажем, когда по безналу, так сказать, доллары были невозможны, а за наличку и за черный нал это было возможно, и поэтому был черный нал кругом. Вот, что будет при дефляции? А при дефляции как раз, если дефляция коснется всего-всего-всего-всего, то это значит, что и доллар не дорожает вроде как, и не дешевеет. То есть все стабильно вроде бы, и рубль стабильный. Но дефляция, это значит, что цены падают, но прежде всего упала стоимость вашего труда, и вы за те же деньги должны будете работать еще больше. А деньги прибавляться не будут. Вы не сможете работать уже на двух работах, потому что вы и на одной просто издохнете. Вот такая страшная штука дефляция. Ну, если вы со мной не согласны, напишите, пожалуйста. Может быть, это все будет не так, и может быть, я слишком страшную картину нарисовал, но я постарался показать ее вот в таком виде. Дефляция это когда капиталы перестают оборачиваться, скорость оборота капиталов замедляется, и, собственно говоря, все, вся экономика просто стагнирует, замедляется, и люди очень сильно начинают экономить. И в этот период, конечно же, самое ценное, что будет, это наличные денежные средства, потому что они постоянно в период дефляции будут дорожать. То есть не надо деньги класть уже на депозит. Зачем их класть на депозит, если там нулевая ставка? Просто деньги или там, ну пусть лежат в банке, но никуда их не вкладывать, потому что и акции тоже будут падать, и все. Стоимость наличных денежных средств резко вырастет. Вот такая картина. И выйти из состояния дефляции будет очень сложно, потому что для этого нужны будут инвестиции, для этого нужно будет интенсивно, чтобы деньги начали работать. Ну, скорее всего, их будут печатать все вместе, но от этого никакого эффекта не будет. Но я надеюсь, что я немножечко хотя бы пояснил этот вопрос. На сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демятков Юрий.